Приветствую вас, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы поговорим с вами о покупках на сайте Алиэкспресс. Для тех, кто постоянно делает заказы на этом сайте, не является откровением тот факт, что все вещи выглядят совершенно по-другому. Не соответствуют размеры, цвета, форма, структура и фактура. Ну, таков уж Китай сам по себе. Это огромная барахолка и это огромный-огромный обман. Но сегодня я хотела бы показать наиболее удачные небольшие покупки, которые помогают мне в уходе и быту. И начать я хотела бы вот с таких замечательных очков. Да, это недорогие очки, но они пришли не поцарапанные. Как вы видите, все в порядке. Это чудо, потому что в основном почта России, которая, безусловно, заслуживает отдельного ругательного ролика, все портит. Это просто некачественные вещи, выдаваемые за качественные, высылают вам по почте. Очками я вполне довольна. На сайте Алиэкспресс огромный выбор вот таких вот модных штучек. Поэтому я думаю, что вы можете найти абсолютно на любой вкус. Мне такие вещи нравятся. Особенно они актуальны сейчас, летом, когда нужно беречь свое лицо от пигментных пятен. Что ж, давайте приступим к разбору остальных покупок, чтобы вы могли принять правильное решение, заказывать ли эти вещи с сайта Алиэкспресс или все-таки не стоит. В финале этого ролика будет два разочарования. Да, чуть-чуть поругаюсь, но это не так много. Поехали! Поскольку, как вы уже видите, наверное, вещей довольно много, возможно, я разделю это видео из-за большого количества различных покупок на две части. Ну что ж, давайте приступим. И первая вещь, которую я хотела бы вам показать, это Биоакуа компания. Чисто китайская компания Алоэ Вера, 92-процентный. Это гель увлажняющий. Он действительно хорошо увлажняет. То есть, это вот уже у нас новая упаковочка. Одну мы уже используем. Можно его наносить как на лицо, так и на тело. Прекрасно увлажняет, замечательно снимает раздражение. Ну что, в общем, стандартный Алоэ гель, который есть в различных компаниях. И такие гели на сайте Алиэкспресс, конечно, стоят чуть дешевле, чем, например, на iHerb. Но, с другой стороны, на iHerb продается корейская косметика. По качеству, как вы знаете, корейская косметика гораздо лучше. Следующее, что хотела бы вам показать, это вот такой вот наборчик. Зеркало, которое при раскрытии может ставиться на подставочку. И вот такие вот щипчики с очень удобным вот таким вот скошенным краем. Они очень сильно смыкаются, довольно жесткие. То есть, вы знаете, обычная проблема, это то, что вот в этом месте они начинают вот посерединочке прогибаться. Ну, поэтому волоски не выдергиваются. Здесь же такого нет. Да, это не самый дешевый вариант был на Алиэкспресс. Но, тем не менее, я думаю, что если вы захотите такой приобрести. Очень легкое зеркальце. Вот эти как раз щипчики тяжелые. Но зеркальце очень легкое. Именно для этого я его и приобретала. Следующая вещь, которую я хочу показать, это вот такой вот набор кисточек. Hello Kitty. Конечно же, это подделка. Конечно, это не Hello Kitty. Судя по стоимости, она очень небольшая. В принципе, сами по себе кисточки неплохие. Они довольно неплохо набиты. Ну, волосочки из них периодически, конечно, вылетают. Ну, такой вот, знаете, вариант, может быть, подростку подарить первые кисточки, да. Или брать с собой в поездку. Коробочка удобная. Есть кисточка вот такая вот для нанесения консилера или растирания кремовых теней. Не все, естественно, из искусственного ворса. Кисточка в уголок глаза есть такая вот кисточка наносить тени. Кисточка для бровей. И, как я понимаю, кисточка для основы, для того, чтобы наносить основу на лицо. Ну, и, наверное, кисточка для румян, либо пудры. Коробочка неплохая. Хранение кисточек для хранения спонжиков вполне удобное. Ну, и взять с собой тоже это удобно. Очень удобные вещи. Это вкладыши в одежду для подмышечной зоны. Для тех, кто носит такую одежду, в которой каждое пятнышко видно, знаете, вот иногда бывают сиреневые, цвета фиолетовые, серые, хлопковые такие ткани, на которых очень и очень сильно видно. При намокании меняют цвет. Вкладыши очень удобные. Они лепятся прямо внутрь. Для тех, кто не знает, как ими пользоваться, я для вас вскрываю упаковочку. Вот этой стороной они лепятся внутрь, да, подмышечки, то есть вот так, внутрь кофточки какой-то. Дальше уже, когда вы надеваете кофточку, у вас вот таким вот образом кофточка выворачивается, и получается, что пот впитывается прям ровно вот в эти вот полосочки. Пока вы носите кофту, два-три раза, если вы ее надеваете, то, в принципе, они будут сохранять вас. Хорошо подойдут на какие-то мероприятия, когда вы абсолютно, стопроцентно хотите быть уверены, что вы будете выглядеть хорошо, и ничто не испортит ваш наряд. Я думаю, вот стоит такие вещи приобрести. Они недорогие, но так иметь на всякий случай. Удобные вещи – это вот такие вот два варианта массажера. Массажерчики, вот такой получается крокодильчик, да. Их можно использовать в качестве помощника для мытья головы, для массажа, в процессе мытья волос. То есть вы наносите шампунь и массируете волосы. Можно использовать в качестве массажа для тела. Девают немножко красноту такую на теле, ну, что, в общем-то, нужно во время проведения массажа. То есть штучки хорошие, стоят прям совсем уж недорого. Вариант массажера – он такой более-менее мягкий. Продается он на многих-многих сайтах, и в России в том числе. Он совсем такой вот мягкий, то есть он не делает очень сильный такой тяжелый массаж. Тем, у кого есть варикоз, не показаны вот такие вот жесткие щеточки. Нельзя их использовать, чтобы не травмировать еще больше вены. А, соответственно, вот этим вполне возможно, если вы не будете сильно нажимать. Ну, и в целом он захватывает больше поверхности, и лучше делать массаж. Кстати, он неплохо моется, и вот пока еще не отвалился. Я думаю, это показатель все-таки качества. Такие вот зубные щеточки. Ну, пишут, что они бамбуковые. Premium Tooth Brush. Компания невозможна совершенно разгадать. Их было больше, было, по-моему, 5 штучек. Очень и очень мягкие волоски. Это значит, что ими могут пользоваться, особенно те, у кого кровоточерез десен повышена, и те, кто берегут свои десны. Ну, даже если вот так вот они мнутся, вот видите, при транспортировке, то как только вы их намочите, они встают на место. И, в общем, приятные, очень недорогие, приятные щеточки. И следующие вещи, которые помогают в уходе за телом и лицом, это вот такой вот мешочек для взбивания корейских пенок. Если вы пользовались когда-либо корейскими пенками, вы знаете, что все они такие кремообразные, и они довольно плохо взбиваются. И если их не взбивать, то они не очень хорошо будут чистить лицо. Вот сюда капается пенка, и вот так чуть-чуть, чуть-чуть трется, и дальше просто море-море получается пены из малюсенькой капельки. Средство для очищения. Эта вещь супер просто будет экономить. И ему легко, удобно мыть. Там вот такие вот мягкие квадратики, поролоновые какие-то, да, которые помогают сильнее взбивать пену. И вот на такой крючочек она вешается, сушится. Очень удобная штучка. Селезные перчаточки, в которых тоже очень удобно делать массажик. К тому же в этих перчаточках можно сделать массаж и шеи, и зоны декольте, и лица даже. То есть они хорошо отшелушивают, они не сильно жесткие, недостаточно жесткие для того, чтобы травмировать кожу. Но и с другой стороны они могут помочь вам смывать какие-то маски с лица, с шеи, с декольте и с тела в том числе. То есть они очень быстро моются прекрасно любой совершенно водой с мыльцем. И очень быстро сохнут. Также на Алиэкспресс очень большой выбор вот таких вот маленьких гаджетов, да, для нанесения макияжа. В принципе они довольно мягкие, они не раздражают кожу под глазами, что очень существенно. К тому же они, видите, такие очень маленькие, и вот как раз ими очень удобно разносить макияж и по лицу, и в какие-то такие вот зоны под глазки, под бровку, в угол переносицы. То есть вот вещи, в принципе, хорошие. Они не идеально отмываются, вот как вы видите, да, уже мы несколько раз пользовались. Ну, я думаю, за такую цену, сколько они там стоят, в районе что-то 10-15 рублей, я думаю, вы сможете в любом случае просто купить новые. Вот такие вот помадки Кви Бест, насколько я понимаю, это так читается. Это китайский бренд. Ну, не могу сказать, что они прям очень и очень дешевые. То есть стоимость у них, конечно, чуть подешевле, чем у Люкс Визаж, но все-таки не совсем прям они 5 рублей стоят, да. А что я могу про них сказать? Очень неплохая помада, как ни странно, за такую стоимость. Конкретно это номер 02, как вы видите. Это нюдовый оттенок. Посмотрите, пожалуйста, какой он красивый. То есть, в принципе, он не перламутровый, он имеет чуть-чуть шиммера такого легкого-легкого, практически незаметно. Вот так очень хорошо освежает губки, дает приятный такой перелив и не сушит, что очень приятно. Кто не боится пользоваться китайской косметикой, вот обратите внимание на эти помады. Ну, и вот мы плавно подошли к паре разочарований, точнее, очень странных, непонятных вещей, которые я просто вот закинула как-то так в корзину, не подумав. Хиты продаж на Алиэкспресс. Это Биоаква. Компания, которая производит вот эти вот гельчики, вообще у них довольно много косметической продукции. Ну, вот такие странные гаджеты японцы, китайцы, корейцы просто обожают. Это так называемая масочка такая вот для губ. То есть, вы ее отклеиваете, прилепляете на губы, и якобы она, значит, должна их как-то там увеличивать, питать, увлажнять. Но, конечно, это баловство для бьюти-наркоманов, ну, и, может быть, для подростков-девочек. Я же приобрела для того, чтобы просто, ну, вот дарить смешной вариант. Ну, не советую вам, в принципе, приобретать, если вы думаете, что они что-то такое очень хорошее для вас сделают. Нет, они ничего не дают. Это просто забавный смешной подарок. Ну, недорогой и вот такой красивый, забавный. Такой вот тинт для бровей. Он возлагал на него огромные надежды, потому что очень хотела помочь маме в макияже, да, когда не идеальное зрение, неудобно красить брови, каждый волосок она прокрасить не может. Ну, в общем, хотела помочь маме. И приобрела вот такую вот вещь. Это популярный в Корее, сделанный китайцами, по примеру, корейцев, тинт. Азиаты используют эти тинты для того, чтобы придать какой-то оттеночек бровям довольно светлым. Ну, и как бы сразу прокрасить межбровное пространство, там, где волосков немного. То есть, вы его как бы вот так вот наносите на брови, то есть, вы черчиваете ровную линию, что само по себе практически нереально вычертить идеально ровную линию. Видите, то есть, вот у него вот такая вот кисточка, она с плоским совершенно концом. То есть, как бы, видите, вот как бы вы не старались, вот эта вот линия все равно не получится у вас идеально ровной. То есть, брови получаются очень толстыми. Прям такие брежневские брови. Цвет это, как вы видите, коричневый, да? Написано браун. Это номер 3. И самым вот таким вот коричневым цветом красят. Что же происходит, когда мы его снимаем? Ждете по инструкции минут 10-15. Когда этот гель засохнет, вы должны его отклеить и получить ровно тот цвет, которым он, соответственно, и красит. У меня в данный момент, видите, коричневый, да? Давайте отклеиваем и смотрим, что же у нас получается. И, о ужас, у нас получается вот такой вот татуаж. Совершенно тюремного такого цвета серого. Вы видите, цвету совершенно не соответствует. Это во-первых. Во-вторых, он очень быстро стирается. Если вы недостаточно обезжирили кожу вокруг бровей и сами брови, то он вообще не оставляет никакого тинта. А если оставляет, то вот такой некрасивый, серый. Но такие вот странные штучки. Не советую вам тратить деньги. Даже пусть и очень небольшие. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы были со мной. Обязательно подписывайтесь на новые видео. Будет много всего интересного. Пока!